Доброго здравия, мои дорогие! Рада вас приветствовать здесь, на нашей первой встрече. Рада вас поздравить с наступлением Авсини, батюшки. Новый путь открыл нам батюшка Авсин. Посмотрим, какой он будет. Хороший день для начала нового курса. Пока вы оцениваете, насколько вы знакомы со славянскими рисами рода, я хочу сказать, что наш курс очень глубокий. Не зря он называется «Глубина славянских рис рода». Вы знаете, в зависимости от подготовки. Кто оценивает свои знания как единичку, вы сможете стать двоечкой. Кто оценивает свою подготовленность больше, я уверена, что вы сможете замырнуть в глубину. И я уверена, что вы не стукнетесь о дно, что вы увидите, что еще больше можно знать о славянских рисах рода как способе, посылать вопрос родным богам и получать ответ. Я хочу представить вам и позвать сюда молодого, молодого в кавычках, нашего наставника Ольгу Овсянникову. Этот замечательный человек сейчас вам покажется и расскажет. Здравия, дорогие мои! Добро пожаловать в сказку под названием «Глубина славянских рис рода». Все будет в нашей сказке и открытия, и случайности, испытания, вдохновленный труд, глубокие знания, обретение новых друзей. А чтобы вы не сбились с пути, с вами пойдут наши проводники, справедливые проводники. Это ваши наставники. Меня зовут Ольга. В роли наставника я начинаю свой путь впервые, и я так же, как и вы, в предвкушении чудо. С кем-то из вас мы уже знакомы. Клубочек я поймал. Все ли меня видят и слышат? Вот чуде. Ну что ж, я представлюсь. Кличут меня Астархом. Я наставник училища. Вы у меня уже на моей памяти, наверное, третий набор, да? Третий. Вот. Я очень рад видеть новое пополнение в наших рядах. И хочу вам сказать, что вас впереди ждет, на самом деле, очень уникальное, уникальное путешествие, погружение с приключениями, с преодолением каких-то трудностей, разгадыванием загадок. Ну, в общем, действительно сказка. А мы, как проводники, будем указывать вам верное направление. К чему я тоже очень рад. У вас такие хорошие стремления. И напоследок хочу вам сказать следующие слова из замечательной книжки, которую перечитываю сам не раз. издательство Северной сказки про Бога Велеса. Есть у вас книжки, наверняка, тоже такие, да? Она так и называется, «Трагедия Бога Велеса». Есть же у вас книжки, подготовились? Так вот, там есть такие замечательные слова. Я – это ты. И кто знает, может, и ты в будущем поможешь кому-то найти себя настоящего. Пойдем, я провожу тебя коротким путем. Ну что же, я с вами прощаюсь. У нас еще будет время для общения. Рад вас еще раз всех видеть. Поздравляю с началом учебного курса. Желаю успеха в пути. И слово я передаю Ирине Ивановой. Да, очень приятно видеть наших наставников. И это действительно великолепные люди, мастера славянских рез рода. Каждый из них является и целителем, и гадалом. Поэтому это счастье, что мы можем общаться с такими людьми, как наши наставники. И я рада представить вам Велимиру, нашего основного наставника. Я немножечко волнуюсь, как всегда в начале курса. Такой момент, он трепетный, он волнительный, потому что на этом курсе собирается всегда очень много людей интересных, людей неординарных, людей ищущих. И наш обмен, наше соприкосновение душами, оно учит нас всех, не только вы будете обучаться на курсе, но и мы, как наставники, тоже будем расти вместе с вами. И это очень чудесно. И я всегда очень рада началу нового курса. И уже вот совсем скоро осталось прямо у нас совсем несколько минут, когда мы начнем погружаться в ту самую глубину, в глубину славянских рез рода, в кудесы, в то пространство, где люди и боги могут слышать друг друга и могут говорить друг с другом. И благодаря этому мы можем осознавать наше прошлое, мы можем проявлять себя в настоящем, и мы можем сделать правильный, верный шаг в грядущее. То есть я думаю, что вот как раз за этим мы и пришли с вами сюда. И напоследок напутное. Изучение образов родных богов может занять не один день, а может и не один месяц. Главное, не торопитесь. Только тогда, когда вынув резу из колоды, вы сможете вспомнить характер Бога и его советы, можно переходить к раскладам. Такое знание поможет включиться в вашем внутреннем учитью гадала, а главное, освободит ваш ум от укоренившихся в нем суждений, которые могут затруднить ваше вхождение в Божий мир, что совершенно необходимо для предсказаний в Божий мир. Начинаем. Добрый путь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!